Американские и уйгурские активисты продолжают работу в Палате представителей США. Уйгурский комитет по правам человека и Ассоциация Уйгуров Америки предложили два законопроекта. Один из американских активистов сделал следующее заявление. Я прибыл в Вашингтон для того, чтобы поддержать уйгуров, большинство из которых до сих пор находится в лагерях пыток. В то время как жители Гонконга всеми силами противостоят закону по передаче Китаю оппозиционеров и политзаключенных, местное управление решительно подавляет протесты и митинги. Глава административного управления Гонконга Керри Лэм заявил, что данный законопроект позволит выполнить международные правовые обязательства. Однако волнение народа и оппозиции связано с тем, что данный законопроект позволит коммунистической партии Китая ограничить свободу слова и подготовить почву для репрессивных действий коммунистов. По сообщениям Туркестан Пресс, Министерство образования Китая заявило, что более 9000 китайцев назначены учителями в начальные и средние школы Восточного Туркестана. После того, как власти Китая отменили обучение на ульгурском языке и заключили в лагеря учителей ульгуров, обвинив их в двуличии и неискренности идеям коммунизма, в школы Восточного Туркестана стали назначать исключительно китайцев. Китайские учителя начнут работу в таких городах, как Кашгар и Хотан, частично сохранивших ульгурский колорит. По сообщениям газеты Синьцзянь от 7 июня, 1842 китайца назначены в начальные школы, 4058 начнут работу в средних школах, а остальные будут преподавать в лицеях. Китайские инвестиции в порты, находящиеся в стратегических участках Центральной Африки, угрожают независимости африканских стран и влиянию США на африканском континенте. В докладе Международного центра стратегических исследований, расположенного в Вашингтоне, указывается, что инвестиции, выделенные Пекином, несут угрозу для экономической, политической и военной стабильности региона. Более того, считается, что Китай готовит для себя надежные базы для разведки и ответных ударов в случае нападения врагов. В рамках официального визита в Иран премьер-министр Японии Шинзо Абе провел переговоры с Хасаном Рухани. На организованной после переговоров пресс-конференции, которая прошла во дворце Садабад, Рухани заявил, что Иран не станет начинать войну. В конце выступления президент Ирана подчеркнул, что в случае нападения на Иран враг получит достойный ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова